Послание апостола Павла к Ефесянам, к Ефесской Церкви, 6 глава с 11 по 18 стих. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла вашей истинною и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А больше всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть, Слово Божие. Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. Слава Господу! Мы видим, апостол Павел четко и ясно говорит всем нам, людям верующим в Иисусе Христе, он говорит, что мы находимся на войне. Каждый человек, который принимает Иисуса Христа и становится христианином, он вступает в сражение, он вступает в битву. Что же это за битва? Что же это за война? Библия говорит, что это духовная война. И Павел четко и ясно объясняет и говорит, что наше сражение, наша война не против плоти и крови, то есть не против людей, но наше сражение и наша битва против духов злобы поднебесных. Мы должны четко и ясно понимать, что живя на земле, помимо того, что вокруг нас есть ангелы, Бог, Дух Святой, есть еще и дьявол, есть еще нечистые духи, есть еще бесы, которые пытаются и будут пытаться на протяжении всей нашей жизни вернуть нас в старую жизнь. Они будут пытаться поразить нас разными способами, увести нас от Иисуса Христа, отвернуть наше сердце от Бога, отвернуть наш взгляд от Бога. Они и Он будут делать это так хитро, так изощренно, что многие даже не подумают о том, что они уже вдали от Христа. Поэтому Павел все сильнее, четче и яснее, он говорит к церкви о том, что мы должны это осознавать, мы должны это понимать и мы должны сражаться. Более того, апостол Павел пишет, что человек сам по себе не может одержать вот в этом сражении победу. Он не может противостоять дьяволу и его духам, своею силою. Невозможно. День злой однажды посетит каждого человека и верующего человека в том числе. Бог призвал нас не для того, чтобы освободить от злого дня. Нет. Он говорит, что злой день будет. Но Он призвал нас и дал нам силу и власть для того, чтобы мы, когда придет этот злой день, могли преодолеть его и устоять в вере в Иисуса Христа. Аминь, братья и сестры. Преодолеть и устоять. Для этого Господь говорит, я дам вам оружие, духовное оружие. И мы, ну, несколько месяцев назад мы говорили, у нас была серия таких проповедей. Мы слушали о всеоружии Божьей. И здесь есть перечисление. Он как бы дает такой пример, и он сравнивает с всеоружием или с доспехами война. Еще раз я хочу, ну, пробежаться. Что это за доспехи? Пояс истины. Каждый христианин должен быть припоясан истиной. Далее, броня праведности, наше сердце должно быть закрыто. Мы должны ходить перед Богом праведно, соблюдая Его заповеди. Шлем спасения, наш ум, наши мысли, наш разум тоже должен быть защищен от мыслей, которые дьявол очень часто посылает и пытается через мысли сразить нас. Также он говорит о том, о том, о всеоружии, о тех доспехах, как обувь. Обувь, которая одевалась на ноги, которая защищает наши ноги. И дьявол не может просто подставить нам под ножку или сразить нас. Это готовность благовествовать Слово Божье, готовность благовествовать мир. И, конечно же, щит тоже. Это щит, который защищает нас от стрел лукавого, раскаленных стрел лукавого. Слава Господу! Вы знаете, вот все, что я перечислил, все эти доспехи, это доспехи защиты. Но, знаете, есть еще одно всеоружие Божье, которое не является средством защиты, а которое является средством нападения, средством атаки. Посредством этого всеоружия Божия мы можем вести наступление, мы можем продвигаться вперед. И враг, он не может перед этим оружием устоять, он будет отступать. Но нам, как людям верующим, нужно знать про это оружие, нужно про это духовное оружие иметь. И нужно, чтобы это духовное оружие всегда было при нас, оно должно висеть, образно я говорю, на поясе. И оно должно быть в надлежащем состоянии, то есть приведено в боевую готовность. Аминь, друзья! Что это за оружие? Библия говорит, это меч. Меч духовный возьмите. И меч духовный, который есть Слово Божье. Слава Иисусу! Меч духовный. Покажите ваши мечи. Где они? Алексей, тут у тебя. Хорошо. Вижу, что не у всех есть меч духовный. Где ваш меч? Он должен быть всегда при вас. Алым, где твой меч? Смартфоном машет. Молодец. Да. Сегодня мы можем иметь и меч духовный в смартфонах. Поэтому, братья и сестры, мы должны иметь меч духовный. Мы должны правильно уметь пользоваться им. Мы должны уметь держать его в руках. Я помню, по-моему, мы были где-то в Европе, и мы прогуливались с друзьями в Германии. И я наблюдал, что там мы зашли в какое-то место, и там молодые люди, они одевались в доспехи. То есть, я не знаю, может, так и не время проводили. И они в этих доспехах, как бы играючи, сражались друг с другом. То есть, одевали шлем, кольчугу, брали настоящие мечи и сражались. И я наблюдал, там одна девушка, она такая была хрупкая, она взяла этот меч и даже поднять его толком не могла. И я подумал, вот действительно, иногда мы, как верующие люди, мы пытаемся противостать дьяволу, идти в сражение. Мы, у нас нет силы даже для того, чтобы взять в руки Библию, для того, чтобы взглянуть в Слово Божье. Не то, что там, ну, отразить дьявольскую атаку. У нас даже нет силы просто поднять этот меч. И такое слабое христианство, которое не знает Божье Слово, которое не знает простых евангельских истин, которое путает Божье Слово и со Словом дьявола. Мы должны, как люди верующие, знать Божье Слово. Итак, друзья мои, Бог дал нам духовный меч, Слово Божье. Слово Божье, которое мы можем сегодня иметь. И это оружие, меч, для, не для защиты, послушайте, но для нападения, для атаки. Не защищаться и отступать, но наступать и поражать врага. Слава Господу. А теперь послушайте, я хочу, чтобы мы открыли с вами Евангелие от Луки, 10 глава и 19 стих. И здесь Христос, обращаясь к людям верующим, обращаясь к своим ученикам, он говорит четко и ясно. Я даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Послушайте, братья и сестры, Христос дал нам власть. Вместе с Божьим Словом, вместе с этим мечом, Он дал нам власть наступать. И когда мы имеем эту власть, понимаем и используем ее, тогда дьявол и его вражья сила, бесы и демоны, они ничего не могут сделать. Они будут отступать из нашей жизни, из наших семей, от наших детей. Но для этого мы должны уметь пользоваться этим духовным мечом, который Господь дал нам. Итак, Бог дал нам меч не защищаться и отступать, но наступать и поражать врага. Аминь. Ну так часто бывает, мы смотрим на верующих людей, они привыкли только защищаться. И так смотришь, они сдают позиции потихоньку и потихоньку, делают шаг назад, защищаются, делают шаг назад. Смотришь, там служение оставил, там что-то чуть-чуть в своей жизни что-то допустил, там пошел на компромисс. И так потихоньку, потихоньку, с каждым годом, с каждым годом, и смотришь, все, он сражен, и дьявол поразил его. Наступать, наступать на всю силу вражью, пусть Бог нам поможет и благословит. Слава Иисусу. Еще, я хочу, чтобы мы поняли, что меч, меч, который Бог нам дал, он обязательно должен быть на поясе. И выше мы читали, что пояс это, как в нашем современном понимании, ремень, которым подвязывался воин. Это необходимость, это очень важная вещь. Меч именно носился на поясе, то есть человек подвязывался, и меч, то есть он вкладывал, привязывался ножны, да, и меч носился на поясе. И Библия говорит, духовно, пояс, это пояс истины. То есть мы не просто должны знать Божье Слово. Мы увидели сейчас, парень, очень четко и ясно, нам всем наизусть прочитал 10 заповедей. Очень мало верующих может это сделать. И это здорово. Он не просто наизусть рассказал 10 заповедей, он еще назвал место, где находится этот текст. Но послушайте, к этому недостаточно просто знать Божье Слово. Нужно еще знать истину. И мы, читая Божье Слово, размышляя над Божьим Словом, еще должны знать истину. Но попозже я пытаюсь объяснить. Поэтому меч всегда связан с истиной, с поясом. Это как две таких неразрывных вещи. Представьте, если нет пояса, и ты просто ходишь с этим мечом. Что может произойти? В какой-то вот жизни бытовой ты просто ходишь, ну с ножиком человек ходит, вот так вот, в маршрутку, там, переполненный автобус, там, дома ходит. Если мужчина с женой с ножом ходит, ну спать ложится. Что может произойти? Он может пораниться. Потом меч очень тяжелый, рука может устать. Для этого пояс. Но пояс это истина. Истина. Мы должны знать истину. Если мы просто, как бы, знаем Божье Слово, мы можем очень много людей поранить. Если начинаем тыкать этим Божьим Словом. Как один человек сказал, Библия, она может дать человеку свободу, но также и Библией можно загнать человека в угол. Почему такое происходит? Потому что мы знаем Божье Слово, но мы не знаем истину. А истина, она всегда показывает выход. Истина, она всегда открывает Божье Слово. Для чего оно? Оно дает возможность нам понять, как применить Божье Слово в жизни. Поэтому не просто Божье Слово мы должны знать, но и истину. Меч и пояс. Аминь, братья и сестры. И еще меч является символом силы и власти. Вот посмотрите сегодня, кто носит на поясе вот этот символ силы и власти? Полиция. Правда? У них есть на их поясе кобура и на кобуре меч. То есть современным языком оружие. Пистолет. И мы понимаем, что человек носит оружие. У него есть власть. И мы подчиняемся этой власти. Мы смотрим на нее, мы понимаем. То есть меч – это символ власти. Символ силы и власти. Если я имею этот меч, у меня есть власть и сила. Уже есть власть и сила. Против кого? Против духов злобы поднебесной, которые постоянно пытаются нас вернуть в старую жизнь, ввести нас в грех, принести какие-то трудности в жизнь, чтобы мы отошли от Бога. А у нас есть сила и власть. И мы можем одерживать победу. Мы можем наступать. Еще раз я повторяюсь. Вот приведу простой пример. Вы знаете, журналисты, они вот ждут президента. Он должен выйти и что-то сказать. И ведь журналисты ждут не домработницу, которая убирается в его доме, чтобы она вышла. Они ждут президента. Но с какой целью? Просто посмотреть на президента? Нет. Журналисты ждут президента для того, чтобы услышать, что он скажет. И если выйдет домработница и скажет, вот вы знаете там, она никому не будет интересна. Почему? Потому что у домработницы президента, у нее нет той силы, той власти в слове, как у президента. Вот вы понимаете? Слово царя, которого мы с вами верим, я говорю о Христе, оно имеет силу и власть. И мы должны искать этого. Мы должны ожидать. Мы не знаем, когда оно выйдет. Мы не знаем, когда это слово придет. Но мы должны ожидать. Почему? Потому что слово, оно имеет власть. И оно имеет силу. Оно действует. Библия говорит, что оно действует. Давайте мы прочитаем еще три места, я хочу об этом сказать. Первое, Евреям, послание к Евреям. Четвертая глава, мы будем читать. И один стих, двенадцатый. «Ибо Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Посмотрите, как удивительно сказано. Вот я сижу и думаю, размышляю о своей жизни, о том, как я живу, как прошла моя жизнь, как моя жизнь и сейчас идет, что будет, примерно я думаю. И вот я прихожу в собрание и слышу Божье Слово. И что происходит в моем сознании? Вдруг в моем сознании все как бы так расставляется на свои места. И приходит определенное понимание. Почему? Потому что Слово Божье, оно живо и действенно. И оно судит то, о чем я думаю, и показывает, где я думаю правильно, а где я думаю неправильно. Вы знаете, не так давно я размышлял, но думал так, думал, с одной стороны, жизнь такая быстрая, так проходит, а с другой стороны, ну, как бы 80 люди лет живут, 90, 70, а с другой стороны, эта жизнь такая, ну, долгая. И я размышлял над жизнью короткой, над жизнью долгой, думал, ну, мне там чуть больше 40, еще жить столько лет. И потом вдруг, читая Божье Слово, ко мне пришла такая ясная и четкая мысль. Сколько бы ты не жил на земле, 30, 40, 70, 80, 90, или 120 лет, это капля. По сравнению с вечностью, это всего лишь только начало жизни. Ты находишься, живя на земле в начале, потому что, когда ты умрешь, когда ты перейдешь в вечность, начнется вечность, начнется настоящая жизнь. И я понял, оказывается, настоящая жизнь, она впереди. А здесь, сколько бы я не прожил, это всего лишь маленькое начало. Вот поэтому я стремлюсь в настоящую жизнь, где по-настоящему длинная жизнь, хорошая, а не здесь, ограниченная, маленькая. Иногда бывает глупая. Пусть Бог благословит нас. Слово Божье, оно живо и действенно. Давайте мы еще посмотрим. Книга пророка Исаии. Пророк Исаия пишет 55 глава 11 стих. Пророк пишет, «Так и слово мое, говорит Господь, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно и совершает то, для чего я послал его». Слово Божье, оно не тщетно, не напрасно. Оно приходит не напрасно. Бог посылает Божье Слово в нашу жизнь. И каждому удивительно свое. И иногда Бог посылает свое Слово для того, чтобы что-то сделать в жизни человека и сделать то, что Богу угодно. Посылает, чтобы нас изменить или изменить нашу ситуацию, или показать нам что-то, открыть нам что-то. Оно не возвращается тщетным. Пророк Иеремия, давайте мы посмотрим 23 глава, 29 стихом. «Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Может быть, в твоей жизни, дорогой друг, есть какая-то ситуация, и она как скала, и ты не знаешь, что делать с этим. Ты не знаешь, как быть. Может быть, это муж твой, или жена, или дети, может быть, что-то на работе, как скала. Послушай, Бог говорит, что Слово мое, оно подобно молоту, разбивающему скалу. И для Бога нет ничего невозможного. Он может, он может разломить эту скалу, разбить ее, но мы для этого должны принять Слово Божье, как меч духовный. Мы должны осознать, что Бог дал нам власть, и силу наступать на силу вражью. И мы должны противостоять дьяволу, твердой верою. Что делает дьявол? Послушайте, его цель, мы очень часто с этим сталкиваемся и будем сталкиваться. Что делает он? Он сеет сомнение. А подлинно ли сказал Бог? Вот это его излюбленная фраза. Она была от самого начала. Точно ты уверен, что так Бог сказал? Возможно, сейчас кто-то сидит в зале и думает, что он говорит? Может ли такое быть? Но мою скалу точно никто уже не раздолбит. И дьявол сеет сомнение, подлинно ли сказал Бог. Почему? Потому что он знает, что если христианин может брать в руки этот меч духовный и может сражаться этим мечом, дьявол будет терпеть поражение, он будет нести убыток, и он будет отступать. отступать. Слава нашему Господу за это. Теперь я хочу показать или так мысль такую, как мы можем использовать наглядно Божье Слово. Евангелие от Матфея, 4 глава. Есть достаточно большой текст, чтобы увидеть и понять, как делал это Иисус Христос. В первом стихе написано, что Христос был возведен Духом Божиим в пустыню. И там 40 дней Христос был искушаем от дьявола. То есть, что происходило? Там в пустыне такое непростое время дьявол пытался сразить Христа, атаковать Его. Как он это делал? Друзья, если мы будем читать всю эту историю, мы поймем, что дьявол атаковал Иисуса Христа Божьим Словом. О чем это говорит? Это говорит о том, что дьявол знает про этот меч. Он знает. Это раз. Второе. Он умеет им пользоваться. Так странно. Многие верующие христиане не знают про этот меч. не умеют им пользоваться. А дьявол знает про этот меч, и он умеет им пользоваться, причем умеет пользоваться им умело. Чем отличает, в чем отличие христианина и пользование мечом и дьявола? Очень просто. Дьявол берет Божий меч иногда, когда ему нужно, и у него нет пояса истины. Поэтому всякий раз, когда он берет Божье Слово и искушает человека Божьим Словом, он извращает Божье Слово, искажает Божью мысль. Вот одно искушение. Одно из искушений. Христос в пустыне, дьявол берет его в святой город, поставляет его на крыле храма и говорит ему, вот если ты Сын Божий, бросьте с этого крыла храма вниз. Написано, смотрите, что он делает. Ведь написано, что ангелам своим заповедует о тебе, и они на руках понесут тебя, и ты не приткнешься, а камень ногою. Посмотрите, что делает он. Как умело он толкает человека в грех. Ну правда ведь Бог заповедал ангелам, они будут нас носить на руках? Да. Мы слышим очень много свидетельств, когда ангелы действительно участвуют в нашей жизни. И мы не притыкаемся ногами своими. Хранит нас. А что делает дьявол? Он использует слово. Он использует этот меч, но для чего? Чтобы столкнуть нас, подтолкнуть нас. Поэтому вот отличие. Человек верующий, христианин, он не только имеет меч, силу и власть, он еще имеет пояс истины. Поэтому нам нужно не просто знать Божье слово, нам еще нужно знать истину. Как Христос использовал этот меч? Посмотрите, что он говорит в ответ. Он тоже берет этот меч и он говорит, написано, не искушай Господа Бога твоего. Дьявол берет меч без истины, искажая Божье слово, и Христос берет меч и поражает дьявола. Говорит, написано, и он берет, вытаскивает меч из пояса истины и поражает его, и говорит, написано, не искушай Господа Бога. И так было несколько раз. И потом Писание говорит, дьявол ничего не мог сделать и отошел до времени. То есть он сдал свою позицию. Братья и сестры, это для нас очень хорошая новость. Мы можем атаковать дьявола, слава Иисусу. Мы можем атаковать всю вражью силу. Библия говорит, один прогонит тысячи. вот о чем идет речь. Один христианин, который имеет всю эту воинскую духовную амуницию, умеющий обращаться с мечом, может прогнать тысячу бесов. Помните эту историю, когда одержимы в гадаринской стране. Легион бесов. Легион. Римский легион. Вон, сколько? Три шесть. Шесть тысяч бесов было в этом человеке. Легион. И Христос изгнал их. Один. Имея силу, власть. Братья и сестры, можете себе представить, какую власть мы имеем, какую силу мы имеем, какой удивительный Бог дал нам этот меч, Божье слово, чтобы атаковать, чтобы противостоять, чтобы идти вперед, наступать. Аллилуйя. Поэтому мы должны его любить, Божье слово. Мы должны знать его и припоясаться истинною. Пусть Господь нас благословит. Аминь, друзья. Необходимо обязательно припоясаться. Посмотрите, сегодня очень много религий, вероучений, разных толкований священного писания. Все это происходит из-за того, что люди не знают простую истину. Нам необходимо знать истину. Необходимо. Просто необходимо. Ну вот представьте, такое хочу привести пример. Христианин. Друзья его мирские говорят, ну пошли в ночной клуб сходим. Девчонки там туда-сюда. Что христианин отвечает обычно? Нет! Ну правда? Нормальный христианин. Нет! Почему? Потому что не прелюбодействуй. Я не пойду, потому что Божье слово говорит не прелюбодействуй. Они говорят, да ты что? Да мы ничего делать не будем. Мы не будем там, ну, мы просто посмотрим. А! Ну, в принципе, ну, мы же не будем. Просто посмотрим, музыку послушаем. ну, как бы, нормально же, ну, или нет? Как? Мы же, я же не буду прелюбодействовать, ну, просто сходим, музыку послушаем, посмотрим, там, коктейль выпью, это как, Балтика, ну, лёвка на попью, ну, как бы, ну, нормально же, ну, что там? А как? А нормальный христианин, знаете, что скажет? Он скажет, написано, не смотри, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своём. Всё. В первом случае человек знал Слово Божье. Во втором случае он знал истину. Просто не прелюбодействуй, но истина, она намного глубже. Истина, она не находится поверхностно. Ангелам заповедуют, понесёт на руках твоих, бросься вниз, а истина говорит, не искушай Господа Бога. Бог может, но я не буду его искушать. Не буду искушать. Поэтому пусть Господь нас в этом благословит и сделает мудрым. Или вы знаете, очень часто дьявол пытается поразить нас через обиду. Кто-то обидел нас. В семье такое бывает. Люди разводятся, потому что такая накипевшая боль, обида, которая внутри, в сердце человека. Что делает дьявол? Да, искушает одного из супругов. Один из супругов обидел другого. Пришло вот это, но эта стрела была запущена. И что должен делать человек, у которого запущена стрела? Он должен атаковать. Как? Как атаковать? Он должен вытащить меч из пояса и атаковать? Как? Говорит, все пробовала, да? Скалкой пробовала атаковать. Сковородкой пробовала. Осталось только горящие уголья на голову сыпать. Как атаковать? Что говорит Божье Слово? Что говорит истина, когда нас обижают? Библия говорит прощать. Прощайте те, кто вас обижает. Когда я вытаскиваю этот меч, я атакую свою жену или мужа, я атакую, я прощаю тебя. Аллилуйя! Тогда я поражаю дьявола. И он ничего не может делать. Он отступает. А я еще не только прощаю, я на твою обиду на зло воздаю добром, я атакую. И дьявол просто, знаете, таким, скажу языком неформальным, он просто щемится, как убежать из вашей семьи. И он уходит. Потому что мы атаковали его Божьим Словом, этим духовным мечом. Но мы не хотим очень часто. И мы проигрываем. И дьявол там уже смотришь, у некоторых уже он там диван поставил. Уже там кабинет свой есть в доме. Заходишь, это духовная обстановка, атмосфера, жена не хочет идти домой, муж не хочет идти домой, дети только и думают, как бы быстрее вырасти и убежать из дома. А мы сидим, и вместо того, чтобы прогнать его, мы все больше и больше раздуваем. О, знаете, как зависть, как через зависть дьявол поражает людей. Бог благословил Андрея 300 тысяч на автомобиль. Хо, вот это да! Кто это вот интересно его благословил? Мне вот интересно, что это за человек вот такой вот вот? И почему это вот его Бог благословляет? Надо же! А меня не благословляет. Вот как это так? С неба упали что ли ему 300 тысяч? И человек начинает вот это крутить, смотрит на свою развалюху, смотрит на машину новую Андрея, и не может, и внутри она его съедает, и ты смотришь, он не может радоваться успехом других людей, благословением, но ты же радуйся, мы же семья. В семье, когда кто-то что-то получил хорошую оценку, пришел, все радуются, кто-то что-то приобрел, жена там платье,